Всем привет, друзья, на связи мой компьютер. Компания Gigabyte – популярный в России производитель компьютерных комплектующих. Каждый второй ПК, который мы собираем, используют материнские платы Gigabyte. И в этом видео мы поговорим про материнскую плату среднего класса – Gigabyte Z390 Aorus Pro. Она построена на новейшем чипсете от Intel и предназначена для требовательных геймеров, поэтому должна без проблем справиться даже с топовыми восьмиядерными процессорами от Intel. Комплектация и упаковка Материнская плата поставляется в плотной картонной коробке со стандартным для линейки Aorus серебристо-оранжевым дизайном. На передней панели схематично показаны линейки процессоров, которые она поддерживает. Это также ключевые особенности платы. Комплектация платы достаточно богатая – целых четыре SATA кабеля для подключения жестких дисков и SSD, наклейка с логотипом Aorus на корпус, два кабеля с термодатчиками, два кабеля для подключения RGB-лент, колодка для удобного подключения разъемов на передней панели корпуса и винты для фиксирования M.2 SSD на плате. И, конечно же, самая полезная вещь в 2019 году – это DVD-диск с драйверами. Также внутри есть подробная инструкция по эксплуатации, разумеется, с русским языком, и гарантийный талон. К слову, плата производится на Тайване, а срок гарантии составляет внушительные три года. Теперь давайте посмотрим на нее чуть поближе. Внешний вид и особенности При взгляде на плату сразу бросается в глаза массивная система охлаждения цепей питания, представленная двумя большими радиаторами. Охотно верится, что такое решение справится с разгоном даже восьми ядерных представителей Coffee Lake, но об этом поговорим позже. Также притягивают взгляд желтые и красные конденсаторы на встроенной аудиокарте Realtek ALC 1220. К слову, они сделаны японской компанией Nichicon и немецкой Vima. Обе они в кругах радиолюбителей имеют очень положительные отзывы, так что можно рассчитывать на получение качественного звука с минимальным количеством шумов. Не может не радовать и наличие радиаторов над слотами M.2. Как мы знаем, быстрые NVMe SSD достаточно сильно греются, так что наличие такого охлаждения точно лишним не будет. При этом один из слотов поддерживает даже длинный SSD формата 22110. Так что с подключением накопителей проблем не предвидится. Следует отметить, что Gigabyte избавились от заглушки материнской платы в корпусе. Это сильно упростит установку платы, особенно с учетом того, что эту заглушку было легко забыть поставить в самом начале, а после полной сборки ПК сделать это уже не получится. Сама плата имеет габариты 305 на 244 мм, то есть полноценный форм-фактор ATX. Ключевой ее особенностью является наличие 12 плюс 1 фазного питания процессора, что позволяет достичь на ней заветных 5 ГГц даже при разгоне крайне горячего 8-ядерного Core i9-9900K. При этом благодаря Z390 чипсету плата поддерживает из коробки все процессоры 8-го и 9-го поколения Intel Core. Никаких обновлений BIOS, как в случае с Z370, не нужно. Говоря про BIOS, BIOS на плате двойной, так что даже если при перепрошивке что-то пошло не так, вы всегда можете загрузиться со второго. Кроме того, Gigabyte позаботилась не только о программной защите. Так, первые два слота PCIe X16, в которые обычно ставят видеокарты, металлизированы. Так что в них можно смело ставить даже огромных трехкулеровых монстров, они не выломают слот из платы. Отдельно хочется отметить, что самый первый слот PCIe имеет формат X1, то есть на плату можно ставить любой из существующих суперкулеров без боязни, что он перекроет первый слот PCIe X16. Разумеется, лишь первый полноразмерный слот PCIe работает на скорости 16, второй способен лишь на X8, а третий только на X4. Впрочем, даже при подключении двух видеокарт в CLI или Crossfire, когда слоты будут работать в режиме X8, этого более чем хватит для полноценной работы даже топовых RTX 2080 Ti. Слоты под оперативную память, которых тут 4, имеют металлическую оболочку для надежности и защиты их от электромагнитных помех. Выглядят такие слоты красиво, этого у них не отнять. Максимально поддерживаемый объем памяти составляет 64 ГБ. Хватит даже требовательному геймеру на много лет вперед. Поддерживаются планки с частотой от 2133 до 4266 МГц. Что касается красоты. На плате есть множество зон подсветки, которую можно регулировать специальной утилитой из системы. Подсвечиваются слоты оперативной памяти, логотип и надпись «ORUS» на радиаторах, а также полоса пустого текстолита, отделяющая аудиокарту от основной платы. Что касается коннекторов на плате, то тут не всё как обычно. Так, основное питание поступает на плату через 24-пин-колодку. А вот питание процессора представлено нестандартными 8 плюс 4 пин. В случае с домашним сокетом LGA 1151 мы привыкли к 8 пин. Так что лишние 4 пин позволят дать процессору больше энергии и достичь лучших результатов в разгоне. Но ничего страшного, если ваш блок питания имеет только 8 пин CPU. Подключение 4 пин не обязательно и рекомендуется лишь при серьёзном разгоне. Если говорить про другие разъёмы, то тут достаточно богатый для ATX-платы набор. Здесь вам и 6 SATA-коннекторов, и 3 USB 3.1 второго поколения, 3 USB 3.1 первого поколения и 4 USB 2.0. Также есть возможность выводить картинку напрямую с платы, на ней имеется HDMI. Аудиокарта имеет 5 аудиоразъёмов 3,5 мм. Выход в интернет обеспечит хорошая гигабитная сетевая карта Intel i219V, имеющая один разъём Ethernet. На плате также присутствует оптический выход S-PDIF. Отдельно хочется отметить, что на плате имеется порт USB-C для передней панели. С учётом того, что этот стандарт распространяется всё шире, лишним он не будет. Учитывая, что плата предназначена для мощного игрового ПК, выделяющего большое количество тепла, на ней предусмотрено множество 4 пин-коннекторов для подключения вентиляторов, системы жидкого охлаждения и помп. 1 для жидкой системы или вентилятора охлаждения процессора. 4 для корпусных вентиляторов и 2 для отдельной помпы и вентиляторов жидкого охлаждения. Например, для кастомной водянки охлаждающей видеокарты. Сама плата традиционно для гигабайт имеет очень высокое качество. Вы не найдёте следов флюса или неровно распаянных компонентов. Также стоит отметить, что медные слои в текстолите имеют удвоенную толщину, что даёт лучший разгонный потенциал и улучшает общую надёжность платы. Крепление всех радиаторов к плате винтовое. Это большой плюс на будущее, ибо это позволит легко их снять для замены высохших термопрокладок. К тому же это гарантирует лучший прижим радиаторов, чем при использовании защёлок. Для мониторинга температур на плате есть целых 8 встроенных термодатчиков, и ещё 2 можно подключить самостоятельно. При этом индикатора посткодов, увы, нет. Есть некоторый его аналог в виде четырёх светодиодов в правом верхнем углу платы, по которым можно понять, из-за сбоя какого элемента плата не работает. Возможности BIOS При попадании в BIOS изначально загружается так называемый упрощённый режим Easy Mode. В нём выводится вся основная информация по частотам, температурам, дискам, объёму оперативки и скорости вентиляторов. Настроек тут минимум, этот режим скорее информационный. Чтобы попасть в классический режим, нужно нажать F2. В нём уже доступны 7 пунктов. Основным является MIT, с помощью которого можно разогнать процессор и оперативную память, а также отрегулировать кулеры. Причём настроек тут множество. Это и выбор множителя для каждого ядра, и возможность понижать множитель при выборе AVX инструкции, 8 режимов Loud Line Calibration, широкий диапазон частот и напряжение CPU и оперативки. В общем, есть где разгуляться оверклокеру. Остальные 6 пунктов вполне стандартные. В систем можно менять язык и дату. В BIOS выбрать загрузочный накопитель и режим загрузки. В периферии ожидаемо настройки различных устройств на плате, таких как RGB-ленты, накопители или USB. На вкладке «Чипсет» настраиваются встроенная графика, аудиокарта и сетевая карта. На вкладке «Пауэр» — настройки загрузки системы и платы. На вкладке «Save and Exit» ожидаемо можно сохранить изменения или же сбросить BIOS к изначальному состоянию. Следует отметить, что в BIOS встроена утилита Q-Flash для его быстрого и простого обновления. Сам BIOS работает очень шустро, все значения применяются очень быстро, а наличие подсказок позволит комфортно работать со множеством настроек даже новичку. Разгон процессора и оперативки Материнская плата продается уже некоторое время, и в интернете хватает положительных отзывов о разгоне процессоров на ней. Она играючи справилась с Core i7-8700K на народной частоте в 4,8 ГГц без малейшего намека на троттлинг. И даже топовый Core i9-9900K в серьезном разгоне до 5,2 ГГц не заставил ее пасовать. Перегрева цепей питания процессора не было, и он стабильно держал эту частоту в стресс-тестах. Такого же результата добились оверклокеры из Guru 3D. Core i9 стабильно держал 5,2 ГГц при напряжении в 1,425 Вольт. В достаточно тяжелом тесте V Prime, что говорит о хорошем преобразователе питания этой материнской платы. С разгоном оперативки мы решили сильно не мудрить. Все же для процессоров от Intel это не так важно, как для AMD Ryzen. В любом случае, плата позволяет настроить работу памяти максимально тонко. Мы же остановились на встроенном XMP профиле с частотой в 3200 МГц, и никаких проблем при работе не было. Заключение. Чипсет Intel Z390 слабо отличается от предыдущего Z370. Но, тем не менее, Gigabyte Z390 Aorus Pro оказался существенно лучше предыдущего поколения плат линейки Aorus. Серьезно изменились цепи питания процессора. Теперь они обзавелись хорошими радиаторами и позволяют добиться лучших результатов при разгоне даже топовых восьмиядерных процессоров. Также плюсом стоит отметить наличие радиаторов и над слотами M.2, улучшенный аудиокодек и большое количество разъемов для подключения вентиляторов. BIOS хоть и не сильно изменился внешне, но стал куда удобнее благодаря интерактивным подсказкам, что позволит даже новичкам быстро разобраться в доступных настройках. В общем и целом, материнская плата выглядит хорошо проработанным продуктом для требовательных пользователей ПК. Именно эту материнскую плату мы выбрали для сборки нашего игрового ПК. В следующем выпуске вы увидите, как Gigabyte Z390 Aorus Pro покажет себя в сборке с топовыми комплектующими. Не забудьте подписаться и до скорых встреч!